Памятник руководителю страны Так кто достоин памяти? Почему нам прививают благоговение царским временам, временам Ельцина, но при этом тщательно вытирают из истории имя Сталина и почти весь советский период? Об этом и многом другом рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков. Вся общественность, вся интеллигенция отвернулась от монархии, от самодержавия еще в 1905 году. И при этом все открыто говорили, что царская крика довела черти знает до чего страну. Полная разруха экономическая, финансовая и особенно всех возмущало. То, что при дворе всем заправлял Распутин, который командовал императрицей, которая командовала императором. А почему поблизила в феврале революция? Да потому что вся армия отказалась почитать царя. И еще в 1905 году, во время первой русской революции, и будущие кадеты, и будущие октябристы мечтали о чем? О конституции, во-первых, и во-вторых, о выборах всеобщих, прямых, тайных, равных. То есть один человек, один голос. И этого не дала ни царская Россия, ни временное правительство. Именно такую форму выборов предложил Сталин в конституции, которая названа его именем конституции 1936 года. Достижение руководителя страны – это и достижение его команды. Хадры решают все. Так где взял настолько эффективных людей Сталин? Он просто призывал новых молодых людей. И если они справлялись со своими обязанностями, он их повышал выше, выше, выше. Возьмите Громыко, мгновенный скачок. И действительно оказался идеальным министром иностранных дел. Устинов, Маленков. Очень много народа он таким образом подобрал. Во время войны маршалы все выизвинулись. Ведь те, что были в 1937 году и кого оплакивают как жертв сталинизма, не смогли бы воевать против немцев. Он сказал, у нас есть своя огромная страна, которая может стать самой богатой и самой сильной в мире. Только давайте работать и создавать нашу свою собственную экономику. А у нас сегодня заполонили непрофессионалы. Бюрократы командуют всем. И отсюда одна из причин ухудшения нашего положения. Все зависит от того, кто займется этим вопросом. Всегда нужно найти в стране минимум тысячу умных, талантливых людей, которые могут великолепно работать и справляться со спасением страны. Но никому же они не нужны сегодня. Сегодня нужны банкиры и полуграмотные чиновники. Вот на чем стоит страна. Полуграмотные банкиры в итоге и разорили страну, и разрушили все, что было создано до них, так и не дав ничего, кроме пресловутой свободы и перестройки. Поэтому сегодня насильно вытягивают другие периоды истории, на фоне которых нынешнее положение страны выглядит наиболее выигрышным, уверен эксперт. Пока наша страна будет находиться на уровне центрально-африканских стран и отсталых латиноамериканских, мы всегда будем ссылаться на достижения царских времен, потому что по сравнению с ними мы можем выглядеть уильяющей. Только для того, чтобы спрятать от народа то, что было достигнуто в советские годы, и поднимается наверх и отсталая царская Россия, и Ельцинский период.